Привет, друзья! С вами Некрос, и сегодня мы будем играть в Смайт за Бокасуру. Да-да, помните, как в прошлый раз я за него сыграл довольно плохо? Это было, по-моему, во вчерашнем стриме. Так вот, сегодня, сегодня я собираюсь реабилитироваться. Я постараюсь все сделать более правильно, скажем так, аккуратненько. Буду уделять фарму больше времени. На десятый, да, у нас появляются? И постараюсь быть повнимательнее. Меня сейчас никто не отвлекает. Буду максить второй после третьего. Я так понял, у него не раскачано то, о чем я думаю, да? Так, съедаем. И все, и идем на линию к нему. Идем к нему на линию. Распушиваем это все дело, пока никого нет. И будем крипцов есть. Опа-опа, да-да-да, здрасте. Вот большого крипа едим. Хилимся, живем, восстанавливаем себе хп. Получаем больше... Больше протекций. Из-за того, что мы крипов едим. Так, вкачиваем первый на всякий случай. Если вдруг понадобится убегать, правильно? Но все же может быть. Все может быть. И первым айтемом сделаем себе фаталис. А в качестве ботиночек, наверное, все-таки ниндзи. Ух ты. Так, вот так вот. Отлично. Знаете, это было довольно просто. Не как в прошлый раз, да? Все-таки от противничков много чего зависит. Так, портится к нам обратно. Герк. Да. Да-да-да. Это может быть опасно. Именно поэтому, именно поэтому к Герку близко подходить нельзя, друзья. Иначе это может закончиться очень плохо. Ух ты какой, смотри. Я даже не рассчитывал на то, что Герк так будет отдаваться. Он ведет себя слишком агрессивно. Я веду себя сейчас довольно пассивно. И я могу отправляться в лес. У меня закончился баф. Сейчас я буду забирать все вот эти вот спавны. быстренько их забираю. Их не должно быть. Они все должны мной забираться оперативно. Так. О, надо же. Оказывается, теперь можно целого крипа лесного есть. Если он, я так понимаю, небольшой, да? Так, этого я забрать не смогу. Надо попробовать забрать кэмп, который вот, медовый кэмп. Экспишный. Есть тут кто? Да. Не забирай, да, он? Так, вот сейчас не нравится где, где мидер. Мидера нигде нет. Я могу встрять. Все, забрали. Так, теперь остается нам забрать красный. И, в принципе, можно потом дать Б, а потом дать бой. Так. Вот. Все, забрали мы. Две сто нам нужно, по-моему, для фаталиса. И появляется еще один кэмп. Оу. А вот тут драка, кстати. Так, 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 так. Что там? Что? О-о-о. Печаль. А где герк? Я же увидел, он тут был. Убрался, что ли, в своей оси? Наверное, тэпнулся он оттуда. Так, вот это надо все забирать. Друзья, если в предыдущей игре я больше времени уделял гангам, то в этой, наверное, все-таки я больше времени буду уделять фар... Ух ты, фарму. Такс. Вот этот нужен забрать. Мне вчера колдун делал замечание по поводу того, что я оставляю кэмпы. Вот в этот раз я постараюсь этого не допускать. Тем более, что мне нужно постоянно держать в желудке у себя как минимум... Значит, максимум 6. Крепцов. Тааааак. И я вот сейчас я полностью готов к драке. Ага. Он его отогнал. И у меня заканчивается баф на... Атаку. Сейчас я буду забирать баф на скорость. Так, шикарненько. И теперь, теперь мы... Мы можем на Герка пойти, кстати. В соло, может быть, даже. Я не знаю, увидит он нас. Так, тут вот надо помочь эту линию удержать. Так, Герка, мы маленько боимся. Чуть-чуть. Чуть-чуть боимся. Идет обратно у нас Посейдоныч. Налево бы сходить тоже не мешало. Постоянно, друзья, куда-то нужно ходить. Постоянно ходить нужно. А, вот. Смотрите. Смотрите, что творится у нас слева. Слева у нас трое тут. По-моему. Их просто так забрать не выйдет, мне кажется. Да, ладно. Не теряем времени. Забираем кемп. Забираем кемп. И идем... Ага, нет. Сейчас драка, по-моему, будет. Сейчас, наверное... Да, сейчас мы будем драться. Ага. Потом сразу же зафатали сам. А, сейчас красный появится, баф. Не будем, видимо, драться. Хорошо, ладно. А, нет. Они дерутся. Смотрите-ка. Они дерутся. Ой, они как-то так дерутся. Неприятно. Все, не дерутся. Вас не поймешь, ребята. То ли вы деретесь, то ли вы не деретесь. Ладно, забираем этих ребят заново. На самом деле, сложность, ребята, в том, что нужно постоянно понимать, а когда идти. А когда нужно идти. Вот. Апач дело сделал. Апач дело сделал. Забираем этот кемп. И вот сейчас точно идем на базу. Оттуда уже с фаталисом выйдем. Оттуда уже с фаталисом выйдем на базу. Где там у нас он? У нас он находится в атак-спиде, по-моему, да? Вот. Хастин фаталис. И ниндзя таби. Вот. Все, пойдем. А хотя... Нам еще нужно будет вот этот квинт-сайз купить. И что-нибудь из активок полезное. А что ж купить-то интересно? Наверное... Наверное... Наверное, я думаю, купить нужно будет... Аегу. Потому что Емир будет ультовать. И как бы... Сами понимаете, да? К чему это может привести. Опа. Эти, да? Вы это видите, что происходит? Происходит драка. Ультанул я зря. Ну ладно. Думал, поддержу. Вот это ульта. Прикольно. Ну, что я могу сказать? 1-0-4. То есть, вроде как я помогаю ребятам, но... Сам пока что активно... Не дерусь. Так, где тут надо обойти? Взять. Ага, взяли уже, да? Да, его. На Герка надо бы напасть. Потому что он там чувствует себя вольготно. На скорость ба взять. Много чего нужно делать. Так. Ребята что-то помирают там. Если игру затянем, то мне это будет вполне даже на руку. Потому что я очень много времени провожу в фарме. Это гораздо... Гораздо лучше фарм, нежели в предыдущих играх. У нас Апач. Игру, я так понимаю, тянет. Точнее, не тянет, вытаскивает. Так, здесь появится у нас... Здесь у нас появится... Красный. Вот здесь скоро будет... Медовый. Экспи-кэмп. Опа! Смотрите, чё. Неплохо, да? Ну, долго, правда. Но зато... Из-за того, что у меня... Фаталис... Я... Ему от меня сложно отвязаться. Третий скилл Бокасура, конечно, шикарный. Потому что позволяет наносить очень много дамага. За счёт того, что он не резистится вообще. Так. И, в принципе, ребята, если вы ультанули и не смогли идти дальше, да, в драку, то это не значит, что ультанули вы зазря. Вау. Так, ну я, наверное, не пойду. Не в моих это... Не моя-то привычка. Рисковать даже там, где рисковать нужно. Я, пожалуй, просто буду спокойненько разбираться с ТВ-рой. Так, куда наш товарищ Кронос убежал? Он даже не дал мне его съесть. Так я не могу взять. А, нет, смотри-ка. Оказывается, можно обновлять бафы. Об этом я, вот честно признаюсь, не знал. Так, на Герка мы идём, да? Хорошо. Герк так Герк. Бегу-бегу. Геркулес. Больно. Не так-то просто этого Геркулеса догнать. Мы на него всё. Ой-ой-ой. Всё, ребят, дальше идти я не вижу смысла. Это глупая затея. 3-400. Пойду-ка я домой лучше. Зачем так рисковать-то? Опа. Нет. Не удалось мне его подцепить. Так бы, кстати, я бы его убил. Так, Герк. Герк за нами. Я, пожалуй, пойду на базу. Куплю себе Квинсай. Теперь я буду бить довольно быстро. Мне нужно ещё будет купить себе Криты, Рейдж и Десбрингер. И что-нибудь, знаете ли, на защиту вроде, как, Мэджик Кейпа, или как там он называется, чтобы отражать единичные какие-то скиллы, да, вражеские. Ну и набирать нужно в желудок себе мопцов. Понятное дело. Довольно быстро бью. Бакасура тот герой, которому нужно время, чтобы раскочегариться. Поэтому поначалу, конечно... Ох ты! Я решил так покурать, особо не залезать. Потому что я... Ну, вы сами понимаете. Не хочется фидонить. Хочется как-то аккуратненько так всё сделать. Чтобы потом не жалеть о том, что я там куда-то прыгнул не туда. Я ульту положил, чтобы ребятам было поудобнее там драться. А дальше уже, сами понимаете. Так, здесь сейчас появится XP Кэмп. Главное, чтобы никого не было. Привычка вертеть камеры осталась, кстати. Хотя есть и мини-мапа. Есть такое, да. Так. Здесь Кэмп сейчас будет. 1400. Здесь мы можем выйти уже на рейдж. И криты себе. Сделать. И мне вот всегда... Меня всегда интересовал вопрос. А если я буду бить сразу по нескольким целям, то будет ли у меня из-за этого рейдж стакаться? То бишь, критов будет больше. То есть они чаще будут выпадать. Critical Strike Chance. Опа! Друзьям нужна помощь. Вот тут какой-то пацан. Опа! Ну здесь как бы видно, да, что... Меня маленько... Я кормился... Какое-то время. И... Кэрри я смогу... Убивать довольно быстро. Ого! Хе-хе. Вот это урон. Но хотя... Для этой минуты это нормально. Так, уходим отсюда. Сейчас тут что-то будет. Тем более нужно идти покупать. Вещички. Нужно герка принимать. Гаун... Довольно толстый, да? Персонаж этот Геркулес. У него еще лечение есть. До кучи, да? У него есть... В принципе... ХП-шки. Все так... Нормально. Он... Нормально у него. Все нормально по броне, по выживаемости. 2-200. На базу бы сходить. Хотя у меня ульт есть. Слышу уля. А, и мы расходимся, да? Я тут понял. Этот ульт был плохой. Я понимаю. Так, идем на базу. Хотя там драка была. Можно было поучаствовать. Но это, я так понимаю, драка навязанная противником, да? Что-то я понять не могу. Нет, эта драка была навязана нами, явно. Вот. А вот здесь уже что-то, да, нехорошее творится, явно. А, нет, все нормально. Доблкил у Посейдона. Все он правильно делает. Сейчас заняться мне нечем, поэтому я, пожалуй, позабираю вот эти вот места. Так, по-моему, у Посейдона проблемы сейчас будут. Да. Могут, могут быть. Если его Емир сейчас зацепит. А, нет, все. Посейдон быстро двигается. За счет второго скилла, по-моему. И ему бежать довольно легко. А потом посмотрим по золоту. Кто как идет. А, ну вот, пусть забирают джангл баф. А я пойду забирать. Экспи-кэмп и. Этот. И на скорость баф. Экспи-кэмп. 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 Все забрали. И вот сейчас можно... Можно пойти либо на мид. Помочь, да, либо... Керри у нас трипл-килл. Это хорошо. Теперь не спеша нам осталось разбить им медового феникса. О, герк. Не, ну на герк отвлекаться, я думаю, не стоит. 11800. Посейдон 11900. 12 апач. Файер джаинт. ФГ, стало быть. Будем его забирать. Тогда наша ударная мощь станет... Больше. Так, делаем. Жалко его съесть нельзя, это было бы забавно. О, что-то... Что-то боль какая-то от него. От этого гиганта. Полторы тысячи. Хорошо. Ну, в принципе... Можно себе уже... Криты догрейживать до конца. 3-0-3-0-13. Но это говорит, наверное, о моей пассивности все-таки, да? Действительно, вот такие персонажи мне даются очень нелегко. Очень нелегко мне эти персонажи даются. Те, которые без прокастов. То есть, вот именно те, которые с прокастами, да? Я их понимаю как-то... Лучше. По типу бастет, например, да? А вот райт-кликеров... Ну, точнее, не райт-кликеров, да? Здесь их называют уже лэфт-кликерами скорее. Их уже, я понимаю, не так хорошо. Ничего себе зацепил. Поэтому мне приходится быть излишне осторожным. Круп ап. Так, у нас сколько? Два моба всего съедено. Это плохо, кстати. Надо за этим следить. Иначе ульт не будет столь эффективным. Забрали ГФ. Денежки. Сел хрипочка. Сейчас красный появится, да? Да, вот он красный. Ему. Ему отдадим, да. Понятное дело, он мидер. Обычные мидеры же красные берут. Кажется, кого-то спустили с небес. Сбили стрик. Грапупа. Так, теперь мне надо забрать этот-то-то вот. На скорость баф. И, в принципе, я готов. Еще минуту у меня ФГ продержится. Опа. Это интересно. Ну и как? Как мне его? Да ладно. Ближний бой вещь довольно сложная, потому что нужно контролировать самому тот, как бы, момент, куда бить и в какую сторону смотреть. А для этого нужно играть смайт, играть, играть и играть. Только практика. И очень много практики нужно. Ого, тут криты. Просто сбрил. За Апачи надо будет сыграть потом обязательно, потому что он как Вич-доктор. Я так понимаю, уже ребята сдаются, мы доминируем очень сильно. По всем фронтам. А, можно за Десбрингером сгонять, в принципе. И, раз уж мы прям их так месим, то я куплю себе... Хе-хе. Curdle of Inner Power. Типа, у меня... Пробивание увеличится и... Сила атаки. Ну, это так, знаете... Я понимаю, что, скорее всего, эту вещь покупают редко. И мы их добиваем. Добиваем, добиваем их. Главное, не подставиться под этого... Под Титана. Потому что он очень больно бьет. Вот, видите? Он офигеть, как больно бьет, на самом деле. Это же ультано. Все. Мы это сделали. 40 на 14. Да, здесь очень сильно повлияло то, какая кому команда досталась. Но по поводу Бокосоры скажу, что едва ли этот персонаж мне подходит. Уже который раз я им играю, и который раз очень его реализую. Либо слишком врываюсь слишком часто и слишком не в тему, да? Либо это делаю слишком мало. Поэтому будем искать персонажей дальше. Как минимум, это Анобис и Бастет. То есть мне нужно искать персонажей, которые за короткий промежуток времени всю свою мощь концентрируют на каком-то объекте. Вероятно, по данному описанию еще Анхур мне должен подойти. Но Анхур он еще сложен тем, что там копьем нужно правильно пригвоздить. Но это уже другая история, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте регистрироваться в Смайте по ссылке в описании под этим видео. Так вы поможете моему каналу и заодно познакомитесь с этой замечательной игрой. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok